Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого водителя, ведь маленькие пассажиры – одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Основная задача, конечно же, еще раз родителям напомнить о безопасности, рассказать, какие существуют у нас средства передвижения для маленьких детей в автомобиле. Это вот, если обратите внимание, у нас есть здесь люлька для перевозки младенцев, детское кресло для перевозки детей в возрасте до 12 лет и бустеры, которые уже у нас применяются для детишек, кто постарше. Во время профилактической беседы инспекторы ГИБДД объясняли мамам и папам, как правильно устанавливать автолюльку, детское кресло или бустер, а также рассказали, где в машине самое безопасное место для юного пассажира. Дети до 7 лет в обязательном порядке переводятся в специальном детском удерживающем устройстве автокресле на переднем пассажирском сидении. А вот сзади уже на усмотрение родителей от 7 до 12 лет можно использовать либо штатный ремень, либо специальное детское удерживающее устройство, либо автокресло. Все время кресло, потому что это безопасно для наших деток. Мы сами должны думать, что это для них все делается, а не для того, что обязаны. 12-летней Полине уже можно ездить в автомобиле без удерживающих устройств, пристегнувшись лишь ремнями безопасности. Но о том, как перевозить маленьких детей, девочка хорошо проинформирована. Ведь у нее есть 7-летняя сестра. Она передвигается в кресле безопасном, и мы ее всегда пристегиваем. Еще мы на ремень безопасности родители купили специальную штуку, которая одевается на ремень. Это чтобы было безопасно передвигаться. Заместитель директора магазина детских товаров Людмила рассказала, что автокресло пользуется большим спросом у покупателей. Покупают кресло, и довольно-таки часто, потому что действительно все-таки самое главное – это безопасность ребенка для родителя, для любого. Но приблизительно, если брать, 5-6 штук в неделю где-то у нас кресел мы продаем. Также в рамках акции сотрудники госавтоинспекции подарили юным участникам движения световозвращающие наклейки. Стоит отметить, что все дети отлично знакомы с яркими фликерами и знают, для чего они предназначены. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.